Здравствуйте! Вы смотрите новости первого Карагандинского в студии работы Динары Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Аким области Бауржан Абдишев призвал наказывать чиновников за коррупционные преступления. Участники Временной комиссии по согласованию тарифа на проезд лично испытали, как тестируют водители общественного транспорта перед выездом на линию. Какие средства? Два листочка бумаги, извините за выражение, с полиэтиленом, вот туда на столовочку, сюда все. Карагандинским центром по работе с молодежью организован клуб, на заседаниях которого обсуждаются самые актуальные вопросы не только молодежной политики, но и обыкновенные житейские истории. Косклаб в данный момент является одним из лучших проектов по изучению государственного языка. В Алматы сегодня скончался первый министр обороны Казахстана Сахдад Нурмаганбетов. Герой Советского Союза и Халыка Хармана было 90 лет. Он родился в Окольском районе в Окмолинской области 25 мая 1924 года. Будучи молодым, он также участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши. 27 февраля 1945 года за выполнение боевых заданий командование в Польше был удостоен звания Героя Советского Союза. Его батальон участвовал в штурме здания Рейхсканцелярии Гитлера. Нурмаганбетов отличался своей работоспособностью и сделал много для народа. В октябре 1991 году указом президента Казахстана был назначен председателем Госкомитета обороны, а в мае 1992 года министром обороны республики. До настоящего времени являлся советником президента республики. Аким области Бауржан Абдишев призвал наказывать чиновников за коррупционные преступления, лишая их возможности работать в органах государственных структур. Об этом и о многом другом глава региона рассказал на совещании комиссии по борьбе с коррупцией. На совещании комиссии по борьбе с коррупцией присутствовали Аким у почти всех городов и районов области. Те, кто не смог приехать в Караганду, были на связи при помощи селекторного аппарата. Совещание открыло Аким области Бауржан Абдишев. Во вступительной речи он отметил, в Казахстане коррупция является одной из главных проблем. Мы все осознаем, что коррупция может ввозить в первую очередь развитие, социально-экономическое развитие, привлечение инвестиций, негативное воздействие на политические общественные институты государства и представляет собой серьезную угрозу в целом развитии нашей страны. Также глава региона напомнил присутствующим, что работой по выявлению коррупционных правонарушений должны заниматься не только правоохранительные органы и органы местного самоуправления, но и общество в целом. Это 66 лиц с начала года остаются безнаказанными. В 2011 году по всей области было выявлено 80 коррупционных преступлений, в 2012 – 128, а с начала года по всей области зарегистрировали 102 коррупционных случая. Также были выявлены факты взяток со стороны должностных лиц. Например, Аким села Тересакан у Лутавовского района был пойман с поличным отдачей взятки. Выслушав доклады глав органов местного управления, у главы региона возникли некоторые вопросы, касающиеся части наказания за коррупционные преступления. В следствии этого Бауржан Абдишев дал Акимам городов и районов ряд указаний. Также призвал чиновников проследить, что управленившиеся больше не смогли устроиться на государственную службу. Марк Бишкол, Жасгабасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Проверено на себе. Участники Временной комиссии по согласованию тарифа на проезд лично испытали, как тестируют водители общественного транспорта перед выездом на линию. Задали немало вопросов и дали советы, как лучше вести автохозяйство. Сегодня состоялся очередной выезд на предприятие перевозчиков. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Алло было. На данный момент регистрируется на ТО. Первым делом Временная комиссия по согласованию тарифа на проезд с визитом в Карагандинский автопарк номер 2. Здесь проверяющие увидели, что местным строением полвека и ремонта здания автопарка не видели лет 10-15. Территория у нас занимает 7,7 гектаров. Площадь автопарка 23 тысячи квадратных метров. Это площадь зданий и сооружений. Имеется здание АБК, диспетчерская, спортзал, столовая, своя скважина. Начальство автопарка также сообщило, что на линию от предприятия выходят около 100 машин, среди которых 2 пригородних и 4 общеобластных маршрута. Пополам с третьим автопарком они делят 43 маршрут. Однако, хоть на сегодня на предприятии труится 200 с лишним человек, все равно людей не хватает. Да и нынешних 50 тенге за проезд давно уже недостаточно. За год убытков набежало 56 миллионов тенге. С прошлого повышения тарифа переводчикам удалось только 20 новых машин прикупить. По мнению одного из участников временной комиссии, ученого с кафедры автотранспорта, все увиденное во втором автопарке напомнило ему 50-е годы прошлого столетия. Другие визитеры на себе проверили действия алкотестера. Хотели убедиться в том, что водители выезжают на линию трезвыми. Третьих удивил диспетчерский учет вручную и отсутствие компьютерной техники. А депутаты в защиту избирателей отметили, что горожане не знают, по какому графику ездят автобусы. Потому что на остановках нет таблиц с расписанием. В страну поедешь, даже в Павлодар далеко ездить не надо. Там на каждой остановке есть маршрут автобуса, когда он по времени более-менее соблюдает. В Караганде у нас это уже притча на языке. В том числе средства немалые. Какие средства? Два листочка бумаги, извиняюсь за выражение, с полиэтиленом. Вот туда на остановочку. Здесь же на территории автопарка номер 2 базируется и другой перевозчик. Он арендует тут один из боксов. Обслуживает городской маршрут номер 23, который возит горожан от 14 микрорайона Майкудука до Магнума. А это уже автопредприятие Игоря Ведлера. Вместе с отцом бизнесмен занимается перевозками пассажиров по 66 маршруту. Депутаты осмотрели весь автокомплекс и отметили, кругом чистота, порядок, да и оснащено предприятие неплохо. Здесь есть автомойка, цех пошивок чехлов для сидений и многое другое. Зам. директора по эксплуатации рассказывает, они как начинающие перевозчики пока не имеют собственных машин. Поэтому пока что арендуют машины у частных лиц. По этим и другим причинам Андрей Ведлер считает повышение цены на проезд необходимостью. В целом же после сегодняшнего визита Временной комиссии по согласованию тарифа стало ясно. Те перевозчики, что покрупнее, как их коллеги, ссылаясь на трудности, настаивают на 80 тенге за проезд. А представители малого бизнеса признались, что хотя ему трудно расплачиваться за кредиты, но тарифов 70 тенге им было бы достаточно. Марк Блюшко, Габидан Куружбаев, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Директор Республиканского государственного коммунального предприятия Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний Аманжола Аманжолову судом Казбикбийского района города Караганды санкционировано мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Директора государственного предприятия Аманжола Аманжолова Органы следствия обвиняют в совершении тяжкого коррупционного преступления и до 18 ноября 2013 года он будет находиться под арестом. Ему инкриминируют. Хищение чужого имущества в размере 323 578 тенге веренного виновному лицу, уполномоченного на выполнение государственных функций с использованием служебного положения в корыстных целях вопреки интересам предприятия. Пока постановление не вступило в законную силу, чтобы обвиняемый мог подать апелляционную жалобу. Безработность среди молодежи в Карагандинской области на сегодня составляет около 4%. Молодые люди, стремясь найти заработок, порой просто не знают законов и часто попадают в положение бесправных работников. В регионе заработал республиканский молодежный консультативный проект «Жастар Аулга». Управление молодежной политики области занято не только проведением досуга молодых людей. В рамках республиканского проекта «Жастар Аулга» действуют консультационные центры «Кенес Орталыгы». Выездную работу такого центра управление по делам молодежи организовало на рынке «Шигис». Место выбрано не случайно. Именно сюда чаще всего и приходят молодые люди, приехавшие в Караганду из дальних районов и так называемое самозанятое население. В работе центра заняты представители миграционной полиции, прокуратуры, Управление координацией занятости и социальных программ и другие ведомства, отвечающие за реализацию государственных программ по занятости населения. На сегодняшний день численность безработных среди молодежи составляет 4,7%. На сегодня мы открыли официальный сайт «Жаст Маман Кейзет», проводим ярмарку свободных рабочих мест. Вот такие мы мероприятия проводим на данный день. Во время работы консультационного центра молодые люди знакомились с действующим законодательством по различным направлениям и получали информацию о трудоустройстве, о программах по обеспечению жильем. В рамках республиканского проекта «Жастар АУЛГ» проводятся и семинары, и тренинги, читаются лекции, оказываются информационная и психологическая помощь. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Еще один человек погиб в результате пожара в жилом контейнере. Об этом сообщает и о закон.кз, ссылка на МЧС Республики Казахстан. ЧП произошло 23 сентября около 11 часов ночи в 4 километрах от поселка Топар Абайского района. Пожар произошел в металлическом контейнере ТО «Микросфера», которое переоборудовано под временное жилье. В ликвидации огня были задействованы 5 человек личного состава и одна единица техники службы пожаротушения ДЧС Карагандинской области. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В результате происшествия погиб 43-летний мужчина и был госпитализирован с ожогами 41-летний мужчина. Карагандинским центром по работе с молодежью организован клуб, на заседаниях которого обсуждаются самые актуальные вопросы не только молодежной политики, но и обыкновенной житейской истории. В этот раз участники заседания КАС-клаба в неформальной обстановке изучали казахский язык. Мы не ошиблись. Это не занятие спортивной секции. Так, участники КАС-клаб изучают казахский язык, а заодно знакомятся с национальным видом борьбы казак-куресы. На заседании молодежного клуба можно было попробовать поиграть на казахском музыкальном инструменте «Житиген» и узнать его историю возникновения. Так проходит изучение государственного казахского языка в неформальной обстановке. Надо восполнять пробелы преподавания языка в школе. Сегодня в клубе собрались студенты и работающая молодежь. Все понимают, как уважительно надо относиться к государственной атрибутике Казахстана. Но основной язык страны почему-то к символам не относят, а государственный язык несет великий смысл как флаг и герб страны. Государственная культурная программа рассчитана на трехязычие. Государственный казахский язык, русский язык межнационального общения и английский язык, столь необходимый для выхода на мировую арену. На каждое заседание все больше людей у нас ходит, желающих очень много. И я думаю, КАС-клаб в данный момент является одним из лучших проектов по изучению государственного языка. Знание казахского языка далеко не национальный вопрос. Это вопрос государственности. Казахский язык – это центральный стержень, который объединяет все народности, проживающие в Казахстане. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Услуги медицины доступны для каждого казахстанца. Теперь любой человек сможет сам выбрать медицинское учреждение специалиста. Такая возможность у жителей области благодаря акции, которая продлится до середины ноября. С 15 сентября по 15 ноября каждый казахстанец имеет возможность выбрать медицинское учреждение вне зависимости от места проживания, в пределах одной административно-территориальной единицы. Прикрепиться к желаемой вами поликлинике вы можете по месту постоянного или временного проживания с учетом свободного выбора врача. Прикрепление к организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, производится на основе заявления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность. Гражданин прикрепляется только к одной медицинской организации. Для этого вам необходимо по месту жительства взять открепительный талон, откуда вы хотите открепиться и прикрепиться к той медицинской организации, где выбор ваш, то есть врача или медицинской организации. Прикрепление лиц, не имеющих возможности по состоянию здоровья, самостоятельно явиться в организацию первичной медико-санитарной помощи, проводится по их письменному обращению или в электронном формате через веб-портал электронного правительства. Через веб-портал вам будет предоставлена справка-талон в форме электронного документа с цифрой и подписью медицинской организации. Данная акция Министерства здравоохранения направлена на улучшение качества медицинских услуг. Каждый казахстанец вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи. Мы все имеем право на охрану здоровья. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин